У нас есть улица гласных, где мы их изучаем и располагаем парами, а и я позже появятся у и ю парные гласные. По мере изучения наш город оживает. Человечек приходит в свой домик и буква занимает место на крыше, а на другой стороне есть у нас микрорайон парных согласных звуков. Город звуков – одна из методик Елены Мазановой, которую учитель-логопед представила на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Сначала были победы на городском и региональном этапах, затем в заочном федеральном конкурсе, где участвовали представители 74 регионов. Десять педагогов вышли в финал, который прошел в очном режиме в Москве. Это открытое занятие на детях, которых мы никогда не видели. Вечером мы получали конверт, и утром нужно было быть готовым к занятию. Но единственное, что, конечно, мы предполагали, что если я работаю в детском саду, то, наверное, это будут дети дошкольного возраста. Да, это были дошкольники, 5-6 лет, тема огород, по календарно-тематическому плану, примерно все сады идут по одному плану. То есть, как бы, ну, предсказать, какая точно тема будет, невозможно. По этой причине мы пять чемоданов-игрушек вместе с собой, по пяти темам примерно, вместе с руководителем повезли в Москву. В отличие от других конкурсантов, Елена Мазанова представила не одну, а несколько технологий, по которым есть не только разработки, но и публикации. Елена Витальевна не только логопед, но еще и старший преподаватель кафедры Самарского государственного педагогического университета, поэтому конкурсная программа включала в себя разные грани наставничества. За 30 лет работы, рассказывает Елена, приходилось участвовать в разных конкурсах, но на федеральном уровне это первый опыт и сразу победа. Торжественная церемония прошла в рамках Большой учительской недели на площадке Института коррекционной педагогики. Эмоции, это нельзя было сдержать, нельзя было сдержать, когда вот, вы знаете, сидите и слушайте, там, ну, называют победителей. Сначала дефектологов называли, я вам говорю, как я, если я присутствовала, потом стали называть логопедов. И когда говорят детский сад комбинированного вида, я понимаю, что комбинированного вида только мы единственные были на конкурсе, даже это мы, ну и все, и там уже восторг, эмоции. Тот опыт, который мы там получили и тот опыт, который мы там показали, ну, это не зря называют конкурсом профессионального мастерства. Это мастерство. Залогом победы стала и поддержка семьи, коллег, руководства и, конечно, воспитанников детского сада. Первыми, кто встретили меня после семьи, это были мои дети, это был букет цветов, написано вот здесь, воспитатели написали, конечно, они сами не смогут пока это сделать, поздравляю. И когда они вот меня встретили, они мне сказали, мы соскучились. Ну, вот, наверное, за это и работаем. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События.